В это день 10-го, Майор Дилис. Композитор Николай Титов, дедушка русского романса. Отец-композитор и дотошные педагоги на всей лады пытались научить Николая о замнутной грамотности. Однако, перекормленный домашними концертами и заезжими артистами, юноша не взлюбил упражнения с гаммой и партитурой. Только к 19 годам творческое воображение Николая проснулось, и юноша начал сочинять мелодии. Так в статусе любителя Титов и остался в музыкальной истории дедушкой русского романса. Его первое сочинение «Уединенная сосна» было первым русским романцем, положенным на стихи, и по сути стартом для авторской песни. Когда ноты прилагались к поэзии, они наоборот. Всего же Титов за долгую творческую жизнь, сочетавшуюся с военной карьерой, написал порядка 60 романцев, положенных на стихи Пушкина, Жуковского, Вяземского и многих других известных поэтов-современников. Популярность Титова в богемных кругах была высокой, но порой его путали с последователями – Варламовым, Алябьевым и многими другими композиторами. Подобный казус случился у писателя Тургенева, который в записках «Охотника» упомянул героиню, завывающую уединенную сосну, принадлежащую Перу Варламова, а не Титова. «Уединенная сосна, товарищ дикий и печальный, как грусть души моей сходна с твоей тенью погребальней». Также 10 мая родились Валентина Гризадубова, летчица, первая женщина-герой Советского Союза. Поэтесса Юлия Друнина она прославилась своими стихами о Великой Отечественной войне. В этой дни 10 мая 1883 года в Москве зажились первые электрические дуговые фонари. 10 мая 1907 года в Государственной Думе выступал премьер-министр Петр Столыпин. Именно тогда он произнес свои знаменитые слова, говоря о радикальной оппозиции. «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Столыпин являлся не только истинным патриотом, дальновидным экономистом, политиком, но и великолепным оратором. В своей речи от 10 мая премьер-министр доходчиво и четко изложил позицию правительства по аграрной реформе. Проанализировал предложения, выдвинутые партиями. Левым, ратовавшим за национализацию земель, он заявил, что земли на всех не хватит. Партии Народной Свободы, боровшейся за отчуждение больших участков в пользу бедных, он ответил, что такой радикализм приведет к национализации земли. Сторонником насилия и революционного движения Столыпин заявил, что такой путь ведет к подрыву авторитета правительства, которое хочет видеть крестьянина обеспеченным человеком. В качестве решения аграрного вопроса Столыпин предложил идею по выходу крестьянина из общины. В деле этом нужен упорный труд. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Закончил под аплодисменты Столыпин. 10 мая 1913 года совершил первый полет русский самолет С-9 Игоря Сикорского. Самолет С-9 круглый представил собой трехместный моноплан, целью которого было развитие скорости больше, чем у биплана. Впервые в Российской империи С-9 имел конструкцию фюзеляжа по типу монокок, то есть обшивка летательного аппарата была основным и единственным несущим элементом. Несмотря на тщательную разработанную схему летательного аппарата и модернизированную конструкцию, техническая новинка не оправдала надежды. Самолет получился тяжелым, а значит ему нужен был более мощный и современный двигатель. Однако на базе полученных экспериментальных данных были разработаны последующие монопланы серии С-11 и тренировочной С-12, на котором летчик Янковский установил североссийский рекорд высоты, поднявшись на 3680 метров. Несмотря на то, что Сикорский продолжил разработки одномоторных машин, он уже смотрел вперед, разрабатывая чертеж четырехмоторного биплана Ильи Муромца. Авиаконструктор подчеркивал, что надежное передвижение по воздуху может быть достигнуто лишь с помощью больших аэропланов с несколькими двигателями. В этом он намного опередит свое время. 10 мая 1932 года завод Коминтерн выпустил первую партию из 20 телевизоров. 10 мая 1945 года официально капитулировала немецкая группа армий Курлянди. Это был один из последних актов Второй мировой войны в Европе. 10 мая 1965 года в Советском Союзе была наконец-то отменена плата за обучение детей в старших классах школы. Таким был этот день 10 мая.